Франкфурт-Иралгемиенезей Тунг, Германия Путин может сделать из себя Итолу, как в Иране Мария Ильнир Франкфурт-Иралгемиенезей Тунг, Германия 26 августа 2019 года Владимир Путин переживает сейчас трудные времена, считает Юлиус фон Фрейта Клорингхофен Юлиус фон Фрейта Клоринговен, из московского отделения фонда Фридриха Наумана В интервью он говорит о закручивании гаек, о подозрительности Путина и сценариях развития событий после 2024 года Фазь, господин Фрейта Клорингхофен, все больше людей, прежде всего в Москве, выходят на улицы и устраивают демонстрации, и это длится уже почти месяц Почему? Юлиус фон Фрейта Клорингхофен, демонстрации прошли несколько фаз Три недели назад поводом послужило то, что кандидатов от оппозиции не допустили к выборам Эти протесты носили еще ограниченный характер, в них участвовали преимущественно люди, уже поставившие свои подписи за кандидатов У них было ощущение, что у них отняли голоса Вслед за этим в социальных сетях появились видеозаписи жестоких действий властей по отношению к демонстрантам Это вызвало волну солидарности и дальнейшие, более массовые протесты Сейчас, в это относительно холодное лето в России, происходит московская весна Гражданское общество выражает свое недовольство политической ситуации тем, как государство обращается с гражданами На демонстрациях можно услышать возгласы типа «Россия без Путина» или «Путин – вор» Гнев направлен прежде всего против него Об этом шли споры среди демонстрантов Формально речь всегда шла о допуске независимых кандидатов к выборам и о полицейском насилии В этой позиции все были едины У жесткой оппозиции подобные возгласы присутствуют на каждой демонстрации, причем они преобладают Но, хотя на демонстрациях поклонников Путина не бывает, некоторым русским политизация на таком уровне неприятна Они говорили, мы пришли сюда, чтобы выступить за свободные выборы, а не против Путина Тем не менее недовольство режимом чувствуется во всем Жесткие действия полиции и юстиции свидетельствуют о нервозности власти В чем она коренится? Об это спрашивают многие Постоянно подчеркивается, что Путин все еще пользуется большой поддержкой населения Но, судя по всему, Путин и аппарат госбезопасности совершенно не доверяют этим опросам Рейтинг одобрения за последний год драматически сократился более чем на 20% Режиму также известно, что 60%, которые формально высказали свое одобрение, не являются убежденными сторонниками власти Особенно много критики высказывают жители больших городов, в первую очередь в Москве Режим нервничает Последние пять лет характеризовались экономическим спадом, реальные доходы людей упали Реформы не стоят у режима на повестке дня, и поэтому у него нет никакого ответа на социальные и экономические проблемы В этой ситуации у него не остается другого выхода, кроме как закручивать гайки Чего опасается Путин? Его критики попытались продвигаться вперед небольшими шагами Вместо того чтобы травить Путина, они хотели войти в городские и региональные парламенты и демократическим путем осуществлять контроль Их целью, таким образом, было добиться изменения внутри системы То, что именно этому было решено помешать, пугает Оппозиция ни в коем случае не получила бы большинства в Москве Но мысль, что вновь появится хоть один оппозиционный голос в уже практически унифицированном городском парламенте Судя по всему, ужасно испугало Путина и его окружение Поэтому они попробовали немедленно задушить протестные голоса в зародыше Путин переживает подобные времена не в первый раз Уже были массовые протесты, когда в начале своего президентства он хотел провести реформу здравоохранения Его рейтинг популярности упал и после аварии на подводной лодке Курск А также после жесткой реакции властей на демонстрации против коррупции и фальсификации на выборах в 2012 году С тех пор в России вновь появились сотни политических заключенных Был принят целый ряд репрессивных законов Контроль усилился как в интернете, так и за его пределами Свобода демонстрации и печати ограничена Принят закон об иностранных агентах Что это значит? Каждая российская НКНО, получающая деньги из-за границы и занимающаяся политической деятельностью Что это значит? Произвольно определяет Министерство юстиции По-особому облагается налогами Ведет отчетность и должна везде указывать, что она – иностранный агент Демонстранты 2011 и 2012 годов сожалеют, что практически подтолкнули к действию репрессивный аппарат Многие молодые и высококвалифицированные люди покидают страну С 2012 года репрессивный тренд резко усилился Постоянно возникали лишь мелкие протесты Но сейчас мы имеем дело с крупнейшими протестами с 2012 года И Путин переживает, вероятно, самые тяжелые времена Путин еще твердо сидит в седле? Мы этого не знаем Еще Черчилль говорил, что в России всегда происходит борьба бульдогов под ковром Известно, что идет борьба, и нужно смотреть, кто выйдет победителем Что происходит за кулисами – непонятно Ясно только одно – Путин держит все нити в своих руках Формальная Россия – демократическая страна с парламентом, сильным президентом, конституционными и основными правами граждан Но за кулисами формальной демократии скрывается своего рода феодальное государство, которое подрывается отношениями, основанными на личной лояльности к президенту Решающее значение имеет не институциональная роль, которую играет тот или иной человек, а его связь с Владимиром Путиным И в соответствии с этой связью этот человек может осуществлять власть, иметь доступ к государственным и частным ресурсам и получать государственные подряды Демократическая конституция – всего лишь ширма, и система в ужасе от того, что демонстранты на нее покушаются Как Путин на это реагирует? Кажется, что пока происходящее не производит на него никакого впечатления, потому что у него есть личные связи в государственных и экономических кругах Но в последние годы он начал ловко распределять властные полномочия внутри аппарата госбезопасности Раньше за разгон демонстрации отвечали службы внутренней безопасности и Министерство внутренних дел Но затем Путин основал новую национальную гвардию и починил ее напрямую президенту Он попытался создать конкуренцию различных служб В 2024 году Путин должен, согласно Конституции, уйти с поста президента Значит ли это, что он устал от своей должности? Даже если Путин и устал, он настолько не доверяет всему своему окружению Что сможет передать власть только тому, кто будет в силах гарантировать ему безопасность Он сам сделал это для семьи Ельцина, защитив ее от любых преследований Но тот, кто сможет гарантировать ему это, в то же время способен и посадить его в тюрьму Похоже, Путин из-за своей недоверчивости не в состоянии выпустить власть из рук Уйдет ли он действительно в 2024 году, совершенно не ясно А какова альтернатива? Он может изменить Конституцию, чтобы сохранить свою должность Но более вероятно, что он перераспределит роли в государстве и сделает себя всемогущим шефом некого Совета Безопасности Он может снять с правительства полномочия в области внутренней и внешней безопасности Сосредоточить их в таком Совете и наделить его правом вето Таким образом Путин превратится в нечто вроде Айтолая в Иране Он не может отдать власть Ни о каких стратегиях его ухода мне неизвестно Но спрашивается, насколько стабильна страна, зависящая от одного единственного человека Летом 2015 года он вдруг пропал, и целую неделю о нем не было никаких вестей Тут же возникла масса предположений, он, мол, болен или даже умер Журналисты запаниковали, начали писать о крахе страны О переходе власти в руки сторонников жесткой линии с госбезопасностью и о вероятности гражданской войны Россия – более нестабильная страна, чем может казаться Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ